Вступительная мысль сегодня. Притча 14 глава. Откроем там, пожалуйста, притча 14 глава, 9 стих. Сегодня мы говорим о поклонении. Публичное поклонение, как здесь сегодня. Мы приходим вместе и поклоняемся. Личное поклонение дома, в наших квартирах, в нашей машине, когда мы едем. Поклонение. Это христианское действие. Дух Божий обучает нас поклонению. Поклонение. Как сказал Августин, у христианина есть поклонение от головы до пят. Это нечто новое, что люди не делают. В естественном обиходе у них есть моменты, когда они на берегу моря и видят что-то прекрасное, в горах или в звездную ночь, и тогда у них есть момент поклонения. С нами пастор Брайан Аполло. Рады видеть вас чудесно. Итак, поклонение. Несколько вещей, о которых мы хотим сказать сегодня. Но прежде чем мы отправимся туда, я хочу, чтобы вы посмотрели на стих притча 14, 9. «Глупые смеются над грехом». «Глупые смеются над грехом». В жизни, не знаю, вы это замечали, но есть так много людей, с которыми мы можем говорить, бываем с ними, и у них нет такого же отношения к греху, который есть у вас. Для них это может быть как шутка. Слово «смеются» на иврите, насмехаться, надменно, напыщенно. Если бы мы взяли слово «грех» и принесли это на небеса, и спросили там, что вы скажете о грехе, что скажут небеса о грехе? Возможно, это будет так. Это очень серьезно. Ужасно. Это язва. Это смерть. Это мятеж. Это не свято. Грех невероятно опасен. Грех – враг рода человеческого. Если бы вы пошли на небеса и разговаривали бы с Богом, что сказал бы Бог о грехе? Но когда мы приходим в этот мир, то что говорят об этом глупцы? Да ладно, ну все же. Не будьте таким педальтичным. В чем проблема? Все это делают. Кому какое дело? Это никого не беспокоит. Я жил так всю свою жизнь, и у меня хорошее время. Если бы вы брали интервью в Содоме и Гаморе, и спросили бы, что они думают о грехе, надменно, с напыщенным отношением, ругаясь и говоря, это не лепится. До Ноева потопа, если бы вы спросили род человеческий, что думают они об этом, они бы сыпали насмешками, шутками над грехом. А почему изменились наши жизни? Почему мы приняли на себя новую гравитацию или понятие серьезности об этом? Откуда это пришло? Как это произошло? Иисус Христос принес это в наши жизни. И когда мы родились свыше, Дух Божий пришел в наши сердца. И мы начали понимать три вещи, которыми я хочу сегодня поделиться, и которые имеют отношение к этому. Это вступительная мысль. Интересно, еще укажем, давайте посмотрим на один подпункт. Кто смеется над грехом? Я сказал, если бы вы пошли на небеса и спросили, что они чувствуют о грехе, что такое? Они ответили бы, Христос ответил бы нас, и у нас был бы этот ответ в наших сердцах. Затем мы пошли бы в Содом и Гаморру и спросили, что они думают, и во времена Ноя, и в мире сегодня, в Соединенных Штатах Америки, что говорят люди и думают об этом, о грехе. И затем также, возможно, если бы мы проследовали в ад и спросили там, что они думают о грехе, что ад думает о грехе. Возможно, они заходятся слюной. Это подобно пище. Делай это. Вперед. Ты живешь только раз. Пожалуйста, возьми это. Пожалуйста, иди за этим. Это же пища. Помните, когда змей был проклят и должен был ползать на чреве и есть прах? Именно из этого мы сотворены, из праха. И они хотели бы, чтобы мы грешили. Они любят разрушать нас. Ад хотел бы захватить нас, и они знают, насколько могущественен этот яд. Когда мы стали спасенными, мы приняли что-то, что мы чувствуем, и это чувство очень драгоценно. Это Бог показывает нам нечто, что нам никогда не покажет мир. Мир никогда не скажет нам, что есть наш грех, и грех в действительности чем является. Мир не может это сделать, потому что они во сьме, и они это не принимают. Евангелие от Иоанна, 1-й, 10-й. Но вы и я, у нас развелась по Божьей благодати удивительная новая привычка. Нечто новое, чего у нас раньше не было, и это называется поклонением. Поклонение – это драгоценность Святого Духа, и это подобно тому, и если написать на английском языке, это достойное почтение. Я обнаруживаю ценность в Боге превыше всего. Поклонение – когда мы предстаем перед Богом и обнаруживаем эти три вещи. Пастор Пит Вестера дал мне книгу Юджина Питерсона. Я сегодня немного читал ее и прочел вот эту часть, где он, проводя пастырское посещение, женщина, к которой я пришел, сидела у окна, вышивая на ткани, натянутой на круглых пяльцах. Она сказала, пастор, мы ждали вас, когда вы придете, и я поняла, что со мной неправильно. У меня нет структуры, мои чувства, мои мысли, занятия – все так расстроено и в беспорядке. У моей жизни нет грани, я не знаю, где я. Мне нужна структура для моей жизни, как вот эта, которая у меня есть для вышивания. Вы бывали на стройке и видели пластиковую сетку, натянутую вокруг места проведения работ, высокая конструкция, и все делается внутри огороженной зоны. Это по распоряжению прораба, у них есть эта ограждающая сетка и много рамок будет поставлено для того, чтобы произвести работу. Я уверен, что в мире цифровых технологий, со всеми этими компьютерными программами и прочим, представьте структуры, которые используются для того, чтобы удерживать все это вместе. Но как насчет меня? Как насчет болтающихся концов в моей жизни? Как насчет моих разочарований, моих сраков, о мое неверие, мои грехи? Мне нужна структура, и такой структурой является поклонение. Псалом 121. Это одна часть, но я не хочу, чтобы вы уходили туда. Откроем сначала первую книгу Паралипоменон, 13 главу, и посмотрим на то, что сделал Давид, когда стал царем в Израиле. Первое. Паралипоменон. Тринадцатая глава, первый стих. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильтян, «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, вместе с ними, к священникам и левитам в города и селения, и чтобы они собрались к нам». И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к Нему. Итак, слово здесь – ковчег. Ковчег. Присутствие Бога. Давайте принесем ковчег. «Давид, ты царь, что нам делать?» «Принесите ковчег. Нам нужно поклоняться. Нам нужна структура. Если мы собираемся созидать страну, нам нужно, чтобы у нас была структура, и Бог дал нам структуру со священниками, левитами, ковчегом и скиней. Мы с вами будем совершенно другими людьми, потому что мы будем поклоняться. Я знаю, что церковь, и вы знаете, мы знаем, что церковь – это то место, куда мы приходим, и, возможно, я не чувствую так, но есть структура, которую мне дал Бог, чтобы держать мою жизнь вместе. Возможно, я не все понимаю. Я подобен малышу, который сидит здесь, раскрашивает раскраски у ног своих родителей. Я не знаю, что это, но это структура. Это место. Это тело. Это служение Бога нам. Вот что Давид сделал. Он сказал, давайте принесем ковчег. И они сделали так. И там были проблемы с ним. Один человек погиб. Разочарование, недоумение. Приносить ли ковчег в город? Но затем, когда мы читаем главы 14-ю, 15-ю, все-таки он это делает, глава 16-я, первая паралипоминона, 16-я глава, первый стих. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скини, который устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы». Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа. Ковчег является номер один поклонением. Вот что я подразумеваю под ковчегом. Это всенародное поклонение евреев. Обратите внимание, он не использовался во времена Саула. А что происходило во времена Саула? Много плотского отношения, много личностных проявлений, чувств, много предпочтений, много идей. И царь Саул в некотором смысле сошел с ума. Он не был духовным человеком. Но Давид был другим. У Давида было ощущение, что это великое. Это все касается Бога. Это то, что мне необходимо Бога в моей жизни. Я не могу Его ограничить, но я могу поклоняться Ему. Я могу почитать Его и уважать Его. Давайте принесем ковчег в город. И когда они это сделали, то происходило возрождение, и Дух Божий служил в городе. И говорится, «И роздал всем израильтянам», 16 глава, 3 стих, «И мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина». Мне представляется, что Израиль был благословлен пищей. Там была радость, сила. Там было ощущение Бога и Его благословения. Итак, первое – это структура, которая необходима в вашей жизни. Если ее у вас нет, то вы можете так же быть, как мы можем быть людьми, которые рассматривают грех как какую-то шутку. Да, это не имеет никакого значения. Мы же читаем об этом, видим это. Но когда мы перед Богом и Божий ковчег в нашем присутствии, мы любим праведность, и мы ищем Бога. Второе – у нас есть взаимоотношения с Богом. Вы помогаете мне в моем взаимоотношении с Богом. Вы помогаете мне вашей любовью, вашим духом, вашим сердцем, вашим отношениям, вашими словами. Мы можем это не сознавать друг с другом, но именно так церковь развивается. Когда Бог посещает тело Христа, то любовь, которая у нас есть к Богу, и ясность, понимание развивается. Мы начинаем думать и проходим исправление, получаем помощь, мы начинаем желать и расти в наших взаимоотношениях. Псалом 121, первый стих. «Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень». Почему? Что в доме Господнем? Там есть структура, в которой я нуждаюсь, которая сдерживает болтающиеся концы моей жизни вместе. Есть структура, когда я болен. Есть структура, когда болен ребенок, или ранен, или обеспокоен. Есть структура, когда я удручен. Есть структура, когда я пал. Есть структура, при которой у нас есть взаимоотношения с Богом в Духе Божьем. И третье, последнее, вот это слово. Суждения, суды. Иногда, когда мы используем слово «суды», то там имеется некоторое жесткое звучание. Но давайте смягчим это. У нас есть суждения все время. Иногда, когда я еду на своей машине, и там есть все эти маленькие сигнальные элементы, приспособления, которые помогают мне вести машину, подобно судам. Мои зеркала, обзоры, мигающие сигналы, указатель объема бензина, спидометр, индикатор масла в машине. Все необходимое, чтобы моя машина работала правильно. Это я, принимающий всякого рода информацию, которая помогает мне управлять, вести и продвигаться в моем пути. И я верю, что на этом собрании происходят суды, приходящие от Бога, потому что Он Бог, проводящий события правильно и упорядоченно, потому что Он мудрый Бог. В Библии говорится, что Он единственный мудрый Бог. Все другие боги глупцы, а Он единственный мудрый Бог. Иногда я изумляюсь, да как я мог бы вообще справляться в своей жизни, и затем я понимаю ответ, благодаря поклонению. Как вы это делаете? Нет, я недостаточно смышлен. Никто не является достаточно умным. Я никогда не смогу это сделать. Я имею в виду, я мог бы, но разве это могло быть таким, как сейчас, когда нам даны обещания от Бога. И кроме того, это трудно, оценить первое послание к Коринфянам, 4-5. Меня не интересует оценка, я просто хочу сказать, что поклонение – это нечто новое, чему мы уделяем высокое внимание, потому что в таком поклонении происходят эти три воздействия, происходящие в Доме Бога и в Городе Бога. Теперь откроем Псалом 121 и прочтем Псалом, держа это в уме. Замечательно. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Один человек сказал о чувствах. Это век чувства, век ощущения. Один ученый сказал, Библия отводит очень немного времени тому, как мы чувствуем. Библия не говорит о том, как мы чувствуем. я могу вам это показать в одну секунду. Первое, Фессалоникийцам, пятая глава, и вы нечто увидите по этому поводу. Благодарим тебя, Иисус. стих 16, всегда радуйтесь. Да я не чувствую, что хочу радоваться, не имеет значения, всегда радуйтесь. А как ты делаешь? Там не говорится, как, просто говорится, делай, всегда радуйся. Да, но как насчет моих чувств? Да какое они имеют значения? Бог говорит, всегда радуйся. Понял? Вопросы есть? Броси это. Всегда радуйся. Удивительно, правда? Вот так. Надо. Я объяснил это. Перейдем к следующему. Непрестанно молитесь. Как вы это делаете? Здесь не говорится, как вы это делаете. Просто сказано, делай, но я не чувствую. Кому какое дело, что ты чувствуешь? Делай так. Вот как это получается. Так в чем же здесь смысл? Вы могли бы сказать, это очень трудно, ой, невозможно. Как же так? Никаких чувств, никакого сострадания. Нет. Поклонение не должно иметь никакого отношения к нашим чувствам. Поклонение – это восприятие личности. Это просто в моем сердце. Восприятие величия личности. Он достоин. Поклонение имеет все прекрасное происходящее в нем, и там очень немного относящиеся к моему чувствованию. Ученый говорит, мы думаем, что если мы что-то не чувствуем, то там не может быть никакой искренности в исполнении этого. Если я подделываю это, тогда это нереально. Мы не предлагаем вам подделывать это. Мы говорим вам сделать это. Вот и все. Просто делайте это. Как вы прощаете? Я не знаю, как вы прощаете. Просто прощайте. Правда? Здорово. Молитва. Молитва. Я не чувствую, что я хочу молиться. Ну что ж, молитесь, и Господь встретит вас в молитве. Я не чувствую, что я хочу пойти в церковь. Просто иди в церковь. Это структура, в которой ты нуждаешься. И когда вы идете, Дух Божий сделает, что Он даст вам взаимоотношения, по которому вы жаждете, и для которого вы созданы. И тогда придут суды, и вы начнете говорить, грех – это не шутка. Грех – это опасность. Это как электрощит с высоковольтными соединениями. Помните пастора Теплова? Кто помнит историю? Немногие. Пастор Теплов, пастор Грейта Грейса в Москве. Он живет в многоквартирном здании, в его квартире отключается свет, на лестничной площадке большая электрораспределительная коробка. Он подходит к коробке, на которой изображен череп и кости, опасно, высокое напряжение, 380 вольт, числа, предупреждения и прочее. Он берет отвертку, открывает коробку и втыкает отвертку туда. Яркая вспышка ослепляет его. Вспышка ослепила его. Он добирается до своей квартиры. Обратите внимание, он очень умный человек. Он пастор Грейта Грейс. Знает так много. Он призван Богом. Он ложится на постель с закрытыми глазами, надеясь, что сможет снова видеть. Засыпает, просыпается и может видеть. Он использовал эту иллюстрацию, чтобы рассказать о грехе. Он рассказал, насколько грех опасен. И вы понимаете. Я не знал бы об этом, но если у меня есть поклонение, и я поклоняюсь не только дома, но в своем сердце, в своем дне, и затем я на собрании, и там Бог дает нам структуру. Он говорит, просто придите туда, будьте там. Это структура, в которой вы нуждаетесь в вашей жизни. И вы не знаете, но я готовлюсь, и вы возрастаете возрастанием Бога. Я даю вам мудрость и суды, которые происходят в вашем сердце и в вашем уме. Вы воспринимаете предупреждения, вы наседаетесь, питаетесь, вы получаете наставления, вы становитесь ведомыми, вы становитесь помазанными, получаете дары духа. В вашем сердце что-то происходит и в вашей жизни. Иногда очень медленно это растет, но это растет. Псалом 121 говорит, «Собозрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Подземная железная дорога изображена на стене в коридоре церкви. Замечательное повествование в нашей истории о том, как рабы с юга пробирались на север, чтобы обрести свободу, и как люди устраивали свои дома и жизни по дороге, чтобы скрывать беглых рабов от жестоких охотников, которые гнались за ними, чтобы привезти обратно на плантацию. Эти люди жаждали свободы и освобождения. Многие из них были квакерами, и многие из этих людей, которые делали это великое служение, были верующими. Что же это означает, когда мы находим Иисуса Христа личным образом, и есть нечто, что происходит внутри, и мы начинаем становиться верующими в праведности, и мы ненавидим беззаконие? Что происходит с человеком, когда он становится мудрым и ходит мудро? Говорится, «Мужи мудрые будут дороже золота Афира». Она сладка, как мед. Лучше рубинов и золота и серебра. Ее трудно найти, Иова 28-я. Ее не раскопаешь в земле, птицы не отыщут ее в воздухе, рыба не найдет ее в море, но это дается вам и мне Духом Бога. И мы находим ее в нашем библейском колледже, мы находим в нашей молитве, мы находим в нашем раздумье, мы находим ее в нашем общении, мы находим ее, когда живем по вере, мы обретаем ее, как поклоняющийся Богу. Не позволяйте логике останавливать вас. Вы не можете позволить логике остановить вашу жизнь, потому что Бог больше логики. стих 2-й. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалим, Иерусалим устроенный, как город, слитый в одно». Мы завершим этим стихом. Я сделаю рисунок с конструктором Лего. Вот кубик из элементов Лего. И вы знаете, как это устроено. Элементы встраиваются друг с другом. Подходят ли они совершенным образом? Да. И строительство продолжается, и каждый из них соединяется с другим. Я чувствую, что именно это происходит в моей жизни. Я даже не знаю, как это все произошло, но части стали подходить друг к другу. Я думаю, что это произошло в наших сердцах, когда было нечто, что произошло от Бога, что сообщило от Бога, «Установи меня сначала», и все остальное составится вместе. Я позабочусь от Тебя. Я поведу Тебя. Я дам Тебе мысли ночью. Я успокою Тебя в страдании. Я помажу Тебя в служении. Я поведу и направлю Тебя. Я дам Тебе друга. У нас будет развитая связь. У нас будут происходить соединения частей. У вас будет разнообразие людей со многими отличиями, со многими оборванными связями. Но вот этот город слит в одно. И будет нечто, что явит глубокий замысел. И вы скажете, «Надо же, Иисус! Иисус! Ты сделал это! Ты соединил это вместе! А что мы сделали? Мы просто явились и поклонились Богу. И Святой Дух сделал намного больше, чем мы когда-либо могли подумать. У нас был вечер поклонения, и затем приходим снова, и мы начинаем думать, «Да мне нравится, когда я иду в Дом Господь!» Мы посылаем людей, которые приносят Божий замысел. У меня есть Библия, которая начинает становиться мне понятной. У меня есть жизнь, которая каким-то образом действует. Я не знаю в действительности, но я так думаю. Это Святой Дух дает нам покой и направление. Вот так. Это хорошее слово. Я не принижаю того, что происходит в этом мире поклонения. Мир не знает этого. Они смеются над определенными вещами, которые не являются шуткой. Они не знают этого. Они не знают, с чем они играют. Вставляют отвертку прямо в грандиозную систему. Они не знают, что они делают. Но поклоняющиеся Давид сказал, принесите ковчег, принесите. Я бы сказал, что сияние церкви воспринимается таким образом, когда у нас есть это в качестве приоритета, и мы нацелены на это, не на низкое, но на высшее. Где Иисус? Что говорит Иисус? Что делает Иисус? Когда мы нацелены на поклонение, и мы оставляем свое внизу, как низкое, логику и чувства, и человечность, падение, разочарование, людей и прочее, и вы просто говорите, «Я хочу быть поклоняющимся». И когда у нас это есть, когда ковчег входит в Иерусалим, то нечто происходит. Когда ковчег там, когда Иисус там, среди Его людей, то нечто благое происходит, нечто организованное вместе со структурой, взаимоотношением и судами Бога, которые происходят обыкновенным и постоянным образом. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Господь Иисус, «Мы ничего не навязываем, мы поклоняемся Тебе». Мы не делаем что-то ради показа или делаем ради установленной цели. Мы в действительности не знаем, что происходит с одной стороны, но мы поклоняющиеся Тебе, живой Бог. Ты нас никогда не подводишь. Ты всегда с нами, ведешь нас и направляешь нас. Ты заботишься о нас. Ты сделаешь еще больше этого. Ты охватишь мир Евангелием, проповедью благодати, Сыном Бога, Вознесенным и привлекающим всех людей к себе. Ты ответишь на наши молитвы. Ты исцелишь наши тела, Псалом 102. Ты простишь нам наш грех. Ты восстановишь нас и помажешь нас. Господи, благослови эти мысли сегодня в нашем поклонении здесь. Благодарим Тебя за то, что у нас есть Господи. Во имя Иисуса. Аминь. Призыв с алтаря. Это приглашение для любого человека. По интернету или здесь в зале, принять Христа, поверить в Него, потому что все, кто принял Его, тем Он дал силу быть чадами Божьими. Всем, кто приняли Его. Принимаете ли Вы Его? Признаете ли Вы Его? Верите ли Вы в Него? Сделайте это, пожалуйста. Примите решение в Вашем сердце. Скажите, «Я нуждаюсь в Иисусе». Нет никого такого, как Он. Никто не любит меня, как Он. Никто не спасает меня. Никто не заботится обо Мне, только Он. Все прочее подведет меня. Все остальное в конечном итоге отойдет, но только не Он. Все становится недостаточным, но только не Он. Он более чем достаточен. Он наш Бог, Творец неба и земли, Спаситель мира. Возложите Ваше доверие лично на Него и скажите Иисусу, «Спаси Меня». Всякий, кто так делает, говорящий молитву, поднимите руку здесь, в зале. Скажите, «Да, я желаю Иисуса в моей жизни». Есть ли кто? «Да, Иисусу». Мы даем Вам возможность принять решение. Запишите в Вашей Библии дату сегодня о том, что Вы родились свыше, и Вы чадо Божье по вере во Христа. Благодарим Тебя, Господи. Во имя Иисуса. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...